Всем привет, меня зовут Маша и я обожаю мейкоп. И сегодня, ребята, у нас с вами очередное видео о расслаблении моей коллекции косметики. И в этот раз это полетки теней премиум сегмента. Итак, ребят, как я уже сказала вам в своем предыдущем видео, где мы смотрели на мою коллекцию бюджетных теней, и желания и возможности захламиться, да, и набрать очень много, все-таки больше, потому что много разных брендов, много разных формул, все хочется попробовать. И действительно, это то, где можно экспериментировать практически бесконечно. И сегодня, ребят, мы с вами посмотрим на мою коллекцию теней премиум сегмента. Их оказалось больше, нежели бюджета. Также у меня есть еще какие-то палетки, которых тоже не будет в этих видео расслабления, которыми я просто еще пока что не начала пользоваться. И именно поэтому их в коллекцию я вообще не включала. То есть, если я хотя бы посвочила, посмотрела, они здесь. А если это было куплено, но до этого даже руки не дошли, то это я даже не смотрела. Поэтому, наверное, это не совсем прям вся моя коллекция, да, не совсем все то, что есть у меня дома. Но как и в праймерах, да, мы с вами говорили, я сказала, что у меня есть запасы, и их как раз-таки вы не видели. А вот то, что сейчас лежит, это здесь. И давайте мы уже приступим к видео, я покажу, от чего мне удалось избавиться. И забегая вперед, скажу, что не так много, от чего мне удалось избавиться все-таки. Но давайте начнем. Итак, ребят, это вся моя коллекция теней сегмента премиум. И я, ребят, посчитала, в итоге у меня получилось аж 57 палеток теней. Здесь также у меня есть и инди-бренды. Все-таки цена на эти палетки выше, чем цена бюджетных палеток. Я решила отнести их к премиуму, дабы не вносить их в отдельную категорию. Давайте мы с вами начнем с так называемых брендов Старой Гвардии. Smashbox, Too Faced, Tarte. И предлагаю начать со Smashbox, потому что у меня их меньше всего. Здесь у меня всего три палетки. Первая палетка — это палетка из набора Light It Up. И этой палетке уже точно нужно уйти. Данная палетка у меня была в Project Pen, если вы помните. Я на самом деле ей попользовалась. Практически дошла до дырочек. Но тут она мне уже разбилась. Я ее сейчас как раз-таки уронила. И я думаю, что ей пора уйти, потому что теней у меня действительно много. И я переживу это расставание. Следующие палетки также из наборов. Назывались наборы мастер-класс. Там были продукты для глаз, губ, а также лица. И вот эти вот палетки у меня сейчас находятся в Project Pen. Как видите, они очень неплохо друг с другом должны взаимодействовать. Здесь есть как и теплая цветовая гамма, так и холодная. То есть и сиреневые друг с другом хорошо будут взаимодействовать. Но на самом деле, действительно, обе палетки будут хорошо друг с другом дружить. Здесь неплохие металлики. Я бы не сказала, что они какие-то невероятные. Но, тем не менее, все здесь вполне прилично. В качестве причины для помещения их в Project Pen, я хотела бы все-таки этими палеточками попользоваться. Они мне нравились. И в те дни, когда я просто не буду знать, чем я хотела бы воспользоваться, я бы воспользовалась ими. Поэтому они у нас остаются. Далее, ребят, у меня палетки от Tarte. Это, на самом деле, магнитная палетка от бренда Itzy. И вот это вот тени как раз-таки от этого бренда. Они мне совсем не понравились. Поэтому их нужно абсолютно точно выкинуть. А здесь у меня часть из палетки от Tarte. Называлась палетка Shape Your Money Maker. Палетка мне очень сильно не понравилась. Она была слишком рыжая. И я ей практически не пользовалась. Положила сюда просто потому, что было жалко выкидывать. Но никогда-никогда у меня руки не потянулись. Поэтому от этого мы сегодня избавляемся. И здесь у меня, ребят, две палетки Tarte. Одна от Tarte and Bloom. Другая классическая матовая. И пока что, ребят, я от этих палеток избавляться не хочу. Потому что мне кажется, что они много у кого есть. Поэтому удобно с ними сравнивать и так далее. Я не могу сказать, что тени от Tarte мои самые любимые на рынке. Но, тем не менее, иногда к этим палеткам руки у меня тянутся. Поэтому пока что мы их оставим. Также мы оставим эту палеточку. Называется она Glamazon. И это неплохая палетка. Правда, пользовалась ей всего пару раз. Здесь есть как и теплые оттенки, так и более холодные. И здесь не так много теней. Я, на самом деле, покупала эту палетку в том числе и для путешествий. Но, конечно же, путешествий не случилось. Поэтому она у меня лежала. Я про неё забыла. Надо ей начать пользоваться. И последняя палетка от Tarte в форме ананаса. Румянами я, на самом деле, здесь пользовалась. Бронзером практически нет. Бронзером мне не понравился. Он был очень рыжий. Но не был. Он и есть очень рыжий. Если же говорить о самих тенях, то, на самом деле, они были неплохие. Я вообще не поняла недовольства людей по поводу этой палетки. Здесь тени абсолютно такие же, как и в других палетках от Tarte. Да, эти тени были произведены в Китае. Но они абсолютно точно не хуже тарталеток. По крайней мере, в моих глазах это было так. Я этой палеткой действительно пользовалась. Не знаю, будет ли вам видно. Здесь действительно такие приличные углубления в рефилах некоторых. И я думаю, что просто эта палетка уже устала. И её нужно отпустить. С ней мы прощаемся. Далее мы перейдём к бренду Urban Decay. И первое, что я хотела бы убрать отсюда, это Urban Decay Naked Ultimate Basics. Так эта палетка выглядит. Эта палетка состоит полностью из матовых теней. Я не могу сказать, что это дурная палетка. Но всё-таки, ребята, эта палетка для начинающего пользователя. И я предпочитаю всё-таки, когда не нужно очень много чего-то наслаивать. Эти тени у меня не залипали. Всё нормально. Формула этих теней, конечно, уже тысячу лет как устарела. И пользоваться я ими не буду. Исходя из того, насколько много у меня действительно классных теней. И тем более классных матовых. И эта палетка абсолютно точно найдёт какой-то другой домик, где её будут любить и будут ей пользоваться. Много чаще, чем я. Следующие две палетки из коллекции On Run. Первая называется Detour. Так это выглядит. А вторая Bailout. И, ребят, если честно, это неплохие палетки. Как видите, это нюдовые палетки, в которых есть симпатичные оттенки. И, собственно говоря, ради них я и покупала эти палетки. Так это выглядит. Особенно красив этот бирюзовый. Он действительно классный. Но, опять же, ради него одного эту палетку держать смысла нет. Потому что именно Detour для меня, ну, слишком тёплая. Она слишком рыжая. По крайней мере, на мне эти оттенки действительно очень-очень рыжие. И это неплохая палетка. Но пользуюсь я исключительно вот этими двумя оттенками. Я могу совмещать эти две палетки. Иногда я так и делаю. Но пользоваться вот этой палеткой Detour, в принципе, нереально. Потому что она на мне, ну, чересчур рыжая. Палетка Bailout всё-таки не такая тёплая. Она, скорее, нейтральная. Но, опять же, ребят, столько нюдовых палеток в моей коллекции, что, мне кажется, смысла хоронить столько просто нет. Кто-то другой наверняка этим насладится больше, чем я. Поэтому эти две палетки также меня покидают сегодня. Следующая палетка Distortion. Так она выглядит. Очень симпатичная. И это палетка, которая состоит из металликов. Я думаю, так сами Urban Decay назвали бы эти оттенки. Хотя я бы, скорее, сказала, что это сатины. Здесь есть такие джугл тонн, а также есть такие трансформеры. То есть оттенки, которые вы могли бы нанести на металлики и сделать цвет совсем другим. Так это выглядит. Эти оттенки очень даже симпатичные. Палетка этой я тоже пользовалась. Она мне, в принципе, нравилась. Но, вероятно, появилось что-то другое, что меня привлекает намного больше. И про палетку я совсем забыла. Перестала ей пользоваться совсем. Поэтому от данной палетки, наверное, стоит избавиться. Я уверена, что кто-нибудь у меня её с радостью заберёт. И, ребят, единственная палетка, которая у нас остаётся, которая пережила расслабление, это палетка Born to Run. Так она выглядит. Давайте покажу вам свотчи. Это довольно-таки симпатичная палетка. И, на мой взгляд, наверное, одна из лучших палеток от Urban Decay, что, в принципе, они когда-либо выпускали. Здесь действительно неплохое качество и у металликов, и у матовых. Эта палетка легко работает. Хотя хотелось бы всё-таки отметить, что это не какая-то такая нежная палетка. Это всё-таки вот пресловутый Jewel Tones. Это такая более яркая и насыщенная палетка. Но действительно, это, наверное, лучшее, что у Urban Decay делали за последние годы. И да, она остаётся. Ребят, следующий вариант, на который мы с вами обратили внимание, это Too Faced. У меня осталось всего две палетки на данный момент. Это White Peach, а также Chocolate Bon Bons. Итак, я вам говорила миллион раз, что Chocolate Bon Bons – это одна из моих любимых палеток от Too Faced. И, в принципе, мне здесь нравится всё. Эта палетка получается всегда очень нежной макияжей. Это не тот уровень пигментации, я бы сказала, который мы можем ожидать сегодня. Всё-таки формула здесь, наверное, устаревшая, скорее всего. Но хотя бы не стала говорить, что металлики прям ужасные. Но, конечно, сейчас при таком количестве разных брендов, действительно хороших теней, это уже совсем-совсем не то. Но, тем не менее, ребят, я её очень люблю. Как я и говорю, металлики здесь оставляют желать лучшего. Заодно здесь вот этот оттенок очень красивый. Его можно использовать в качестве хайлайтера. И это палетка, с которой получаются всегда деликатные, красивые, элегантные макияжи. Такие нежные и без особого труда. Поэтому я абсолютно точно хочу её оставить. Так же, как и палетка White Peach, так это выглядит. Я говорила про эту палетку, что это в какой-то момент была одна из палеток, которыми я пользуюсь на постоянной просто основе, ежедневно. Так выглядят сводчи данной палетки. Это очень нежная палеточка. Как я и говорила, я люблю, особенно весной и летом, такие нежные персиковые макияжи. Особенно в школу или на работу. Это никого не раздражает. Меня всегда эти оттенки освежают. Поэтому эта палетка, конечно, тоже остаётся. Хотя, ради правды, хотела бы сказать, что металлики здесь не самые лучшие. Но, опять же, для того, для чего я эту палетку использую, меня вообще устраивает всё полностью. Эта палетка остаётся. Металлики, знаете, если что, можно где-то в другой палетке взять. Хотя я и этими пользовалась. В принципе, всё очень даже неплохо. Ну, то есть, если знаешь, как сделать хорошо, ты можешь это сделать. Палетка остаётся 100%. Далее, ребят, несколько рандомно. Мы с вами переходим к Сидней Грейс. У меня здесь две палетки Эндурин Лав и Тайни Марвелс. Тайни Марвелс более яркая, тогда как Эндурин Лав более спокойная, приглушённая. Тем не менее, ребят, на свочах обе эти палетки являются всё-таки нюдовыми, но просто с цветовыми яркими пятнами. Так это выглядит. И, ребят, я много раз говорила, что палетку от Тайни Марвелс я очень люблю. Мне здесь очень понравилось и качество матовых, и качество металликов. Металлики здесь просто огонь. Да и здесь металлики хорошие. Здесь металлики можно ещё и тушевать, как палетка Hot Pad. С металликами из палетки Тайни Марвелс я, пожалуй, не стала бы этого делать. Но в любом случае, обе эти палетки мне понравились. В меньшей степени мне понравилась палетка Эндурин Лав, но просто скорее из-за цветовой гаммы. Да, а если говорить о Тайни Марвелс, конечно, Джей Вел Би. Здесь самый ужасный оттенок. Я даже не знаю, как так. Он великолепно здесь получился. На самом деле этот оттенок очень плохой, он меловой, и он плохо набирается. Он пропадает в течение дня. Он действительно здесь аутсайдер. Но в общем и целом палетка хорошая. Эндурин Лав я, пожалуй, пока что тоже присматриваюсь. Пока что её изучаю, пытаюсь полюбить. Всё-таки металлики здесь хорошие, поэтому обе эти палетки у меня остаются. Далее, ребят, три палетки от Анастасии Берли Хиллз. Это то, что у меня сейчас есть в коллекции, то, что осталось. Здесь у меня палетка в коллаборации с Джеки Айной. Так это выглядит. Также у меня есть палетка в коллаборации с Карли Байбл. А также палетка в коллаборации с Амрэйзи. И, ребят, для меня это новые палетки. Я их приобрела только в прошлом году. И попользоваться очень много, если честно, не успела. Больше всего мне понравилась на данный момент палетка в коллаборации с Карли Байбл. В этой палетке есть как и тёплые тона, так и более холодные и лиловые. И очень такие завораживающие, я бы сказала. И да, ребят, я, пожалуй, сказала бы, что я на данный момент пока что не взяла так много от этих палеток, от всех этих палеток. Не насладилась ими вот настолько много, чтобы от них избавляться. Чтобы честно, этому есть конкретное объяснение. Было что-то намного интереснее и любопытнее. Тем не менее, ребята, думаю, что эти палетки много у кого есть. И поэтому я хотела бы их оставить, потому что это очень удобно при поиске дюпов. Ещё, ребят, одна палетка. Это L'Axi Beauty. И это американский инди-бренд. Так выглядит моя коллекция. И я, ребят, конечно же, оставляю её. Можно посмотреть обзор на данные тени у меня на канале. Есть отдельное видео, которое посвящено как раз-таки данной косметике. Мне очень нравятся эти металлики. Они действительно очень красивые. Их можно также использовать и для растушёвки, и в качестве такого акцентного металлика. Так что они у меня абсолютно точно остаются. Далее, ребят, мы перейдём с вами к бренду Бэк. У меня всего две палетки. Здесь Ombre Rouge. И эта палетка шестёрка. Так это выглядит. И это матовые оттенки. Они невероятно. Кремовые. Они очень классные. На самом деле, очень долго останавливаться не хотела бы, потому что данную палетку уже достать невозможно. Я помню, что Елена Богданович очень много говорила о том, как она любит эту палетку. Я, пожалуй, хотела бы её поместить в Project Pen, потому что достать её уже просто невозможно. Тени здесь действительно исключительного качества. Они очень классные. И на каждый день добавить какую-то красивую сияшку просто конфетка. Я их оставляю. Следующая палетка, наверное, можно перевести название как «Богиня вулканов». И эту палетку, мне кажется, все знают. Она, на самом деле, была такой, ну, из первых. Вот с такой формулой интересной теней. Формула, конечно, на самом деле не очень. Она такая твёрдая. Она была и изначально у меня такой в палетке. Но тени сами красивые. И если говорить... Видите, я сейчас разбила рефил. Пока пыталась сделать сводч. И если говорить о металликах, об обычных металликах других, не вот этих вот специальных оттенков, да, то металлики здесь очень классные. И они такие кремовые. Давайте мы с вами сделаем так. Я помещу её пока что в такой Project Pen, так сказать, на пару месяцев, да. Если я буду ей пользоваться, то я посмотрю, что буду с ней делать. А если нет, если у меня руки за это время не потянутся к данной палетке, то я её просто возьму и выкину. Ребят, похоже, во время съёмки этого видео я лишусь маникюра. Давайте посмотрим на мою коллекцию теней от Huda Beauty. И вы уж мне извините за маникюр, который вы сейчас будете наблюдать. Но я только что снесла, открывая палетку, часть маникюра. Давайте посмотрим на эту коллекцию. Итак, здесь у меня Huda New Nude. И эта палетка для меня новая. На самом деле, я купила её в прошлом году на Чёрную Пятницу. Но открыла её при покупке палетки Naughty Nude. Просто потому что... Не знаю, почему, на самом деле, очень долго, в принципе, решалась на покупку данной палетки. И как она, видимо, меня не интересовала изначально, так она мне и не нужна была. Вот тогда, да. Но когда я купила вот эту новую палеточку и открыла эту для того, чтобы сравнить, я поняла, насколько эта палетка была симпатичной. Я думаю, что свочи этих палеток делать не буду, потому что вы все знаете, как это выглядит. Здесь очень даже плохие матовые, хотя матовые в новой палетке мне понравились больше, я бы сказала так. Но здесь матовые абсолютно точно лучше, чем в девятках. И металлики здесь такие же кремовые. То есть я купила палетку год назад. И я ей, конечно, не пользовалась, я ее не свочила до того момента. Я ее не открывала, поэтому, конечно, это тоже, наверное, сыграло роль. Но вообще ничего с ними не изменилось, насколько я могу судить. Палетка эта, естественно, остается, потому что открыла я все-таки в конце прошлого года. И попользоваться ей особо не успела. Итак, давайте посмотрим на девятки, что есть у меня в коллекции. И это Nude Light, Sapphire Obsessions, Ruby Obsessions, Emerald Obsession, а также Smoky Obsession. Эти четыре палеточки были мной приобретены сразу же после релиза. И это неплохие палетки. Наверное, на тот момент это было очень классно и прикольно. Хотя я не могу сказать, что я вообще в восторге от матовых, вот именно в этих девятках. Они суховаты. Есть проблемы с тем, что, например, матовые или металлики из одной палетки похожи друг на друга при растушевке. Это не палетка, с которой ты сделаешь макияж за пять минут. Это действительно палетки, которые заставят вас с ними поработать. Но, опять же, макияжи с ними, если вы умеете и если у вас есть желание поработать, да, то макияжи с ними могут получаться очень даже красивыми. Я, честно говоря, вообще не знаю, что с ними делать. Просто действительно не знаю. Я думаю, что я пока что, наверное, оставлю их просто потому, что эти палетки есть много у кого. И если говорить именно о поиске дюпов, то очень удобно с этими палеточками сравнивать. Потому что они действительно есть много у кого. Huda Beauty бренд, который очень любим многими. И эти палетки есть действительно у многих. Поэтому сравнивать какую-то новую палетку, оттенки из новой палетки с тенями от Huda, вот в этих девятках, конечно, очень удобно. То же касается и этой палетки. Данная палетка мне не понравилась. Она мне не нравится тем, что она очень однобокая. Макияжи с ней получаются одинаковыми. Здесь вроде бы есть симпатичные металлики. Мне они, например, жевали века. Не все, но часть из них. Если же говорить о макияжах, то я сказала бы, что я осталась недовольна данной палеткой. Потому что мне не хватает глубины. Мне не хватает развития истории. Мне не понравилась эта палетка. Я знаю, что она многими любима очень. Но я, честно говоря, пожалела о покупке этих теней. Собственно говоря, именно поэтому я и не открывала палетку New Nude. Что было зря, как оказалось. Потому что эта палетка лучше. В любом случае, думаю, что, наверное, пока... Пока что я оставлю эти палетки. Может быть, знаете, буквально сейчас мне пришла такая мысль. Может быть, выставить их на продажу. Эти четыре палетки комплектом. За 20 баксов. То есть по пять каждая. Если кто-нибудь у меня возьмет, то значит судьба МТК. А если нет, то значит буду пока что сравнивать. И доживем до следующего расслабления. И там решу, что с ними делать. В любом случае, наверное, пока оставлю. Все палетки от Худы. Ребят, что-то у нас пока что расслабление идет неудачно. И я еще испортила маникюр. Но я надеюсь, что вы не будете обращать на это внимание. Давайте посмотрим на следующие пять, я бы сказала, таких рандомных палеток. Первая палетка от Bayer Minerals. Данная палеточка абсолютно точно остается. У нее красивые очень оттенки. Тени здесь супер-супер мягкие. Если же говорить о шиммерах, то тоже вот такая красота здесь. Я не знаю, возможно ли достать эту палетку. Потому что я покупала ее... Как раз она была в наборе в каком-то рождественском, мне кажется, года два назад. И я ей пользовалась, брала я также в путешествия, когда можно было это делать, да. И да, палетка мне это нравится. Я хочу ее оставить. Она была действительно... Она не была, она есть. Действительно неплохая. Также я хотела бы оставить эту палетку от бренда Risa. И это палетка, которая состоит из трех металликов и одного матового. Металлики здесь крайне кремовые. Так-то выглядит. И в этой малышке на самом деле аж 8 грамм теней. То есть, вы представляете, да? Вот такой вот малыш и 8 грамм теней. Я эту палетку оставляю, потому что я ей все-таки пользуюсь иногда. У меня, ребят, такое ощущение, что мы вообще не избавляемся ни от чего. Мы просто смотрим мою коллекцию. Я не знаю, мне так жалко с ними расставаться. Потому что я их очень люблю. Опять же, их так много. Поэтому внимание получается, что не всем уделяется. Мы в любом случае, я думаю, что избавляемся сейчас от чего-то. И если что, если вдруг я от чего-то еще избавлюсь, я вам об этом расскажу. Но пока что вот так ситуация происходит. Итак, это Festival 2.0 от Брэйда Пур. Данную палетку получила, мне кажется, в Voxy Charm. Это была неплохая палетка. На самом деле, я хотела сделать обзор на нее. Но в итоге решила не делать. Я ей пользовалась. И это неплохая палетка, на самом деле. Палетка, на самом деле, мне это понравилось. Я даже как-то раскрасилась ей для видео. Но при всем разнообразии теней, что есть в моей жизни, я не думаю, что это лучшие тени, что я когда-либо пробовала. И, вероятно, кто-то другой получит больше удовольствия от использования данной палетки. Поэтому от данной палетки я избавлюсь. Я не буду ее выкидывать, либо передам кому-нибудь, либо, может быть, попытаюсь продать. Но у себя я ее не оставляю. Еще, ребят, две палетки, которые я получила также в Voxy Charm. И этими палетками я, на самом деле, не пользовалась. Я сделала сводчи и не пользовалась никогда. Поэтому от этих палеток я не избавляюсь. Я их прямо сейчас кладу в свой бокс с Project Pen. И это будет не столько Project Pen использовать и выкинуть, а просто, чтобы они лежали рядом, чтобы я могла ими воспользоваться, чтобы я могла, в принципе, оценить. Здесь, между прочим, есть прессованный глиттер, но он очень мелкий. И оттенок крайне любопытный. Здесь такой арбуз, я бы сказала, который переливается и в золотой. И в такой зеленый. И в лиловый. Но очень красивый оттенок, на самом деле. И данный глиттер, он очень мелкий. То есть, действительно, здесь некоторые оттенки очень симпатичные. Мне моя подписчица Маша подсказала, что можно купить такие стикеры, которые клеятся на обратную сторону рефила и поместить их как раз-таки в упаковку, в обычную магнитную, в Z-palette. Вот. Может быть, я как раз-таки сделаю что-то такое с этой палеткой, но сначала попробую, в принципе, всё остальное, качество теней, и решу, что с ней делать. Но пока что я не хотела бы от неё избавляться, потому что я её даже ещё не попробовала. Эта палетка-то была посвящена какому-то юбилею. Бокси Чарль, как вы понимаете. Данная палетка от бренда Студио Мейкоп. Я, на самом деле, ни разу ей не пользовалась. Также сделала сводчи. Я думаю, что вы все сразу же видите эту историю, понимаете, на что это дюб. Хотя вообще данный бренд, как я понимаю, не должен делать просто дюбы. Цена 40 баксов за палетку – это не цена дюпов. Но оттенки все здесь симпатичные. Я не пользовалась данной палеткой. Давайте я также отложу, потому что история, конечно, классическая. Симпатичная и так далее. Можно много чего ещё тут добавить. Все здесь увидели и Urban Decay, и Настю, и так далее. Давайте я пока её оставлю. Посмотрю на качество. Если оно плохое, то что-нибудь придумаю. Но пока что, пожалуй, оставлю. Следующая палетка от KVD Vegan Beauty. Палетка называется Age of Reality. Так данная палеточка выглядит. Её я решила оставить. Мне понравились здесь очень сильные металлики. Ими можно работать также в качестве растушёвочных. И в сводчах, ребят, это выглядит как-то не очень внушительно, если честно. Но тем не менее в макияжах мне данная палетка очень сильно понравилась. Она у меня абсолютно точно остаётся. Здесь очень плохие матовые. Они очень сухие. Они могут быть меловыми, если мы говорим о светлых оттенках. И здесь, конечно, подборка вот именно матовых для этих металликов. Она какая-то совсем нелогичная. И меня этим палетка данная очень сильно напрягла. То есть, если бы данная палетка выглядела вот так, то палетка была бы великолепна. А так, конечно, это палетка, которой есть куча вопросов. Но данная палетка у меня остаётся. У меня аж такое чувство, что палетки никогда не закончатся. И это палетки от Domini Cosmetics. Данная палетка называется Sweater Weather. Данную палетку я пыталась положить в Project Pen. Но потом поняла, что, наверное, от этого не стоит. Тени здесь очень сухие и очень светлые для меня. И, честно говоря, сама ценовая история меня здесь не очень привлекает. Поэтому пора от неё избавиться. Может быть, данная палетка понравится кому-то другому. Но мне с ней точно не по пути. Следующая палетка называется Celestial Thunder. И эта палетка такая обрезанная мини-версия палетки Celestial Storm. Её получила в своём Покси Чарм. И данная палетка мне также не нравится. Я думаю, что, может быть, я возьму из неё вот эти металлики. Выложу. Потому что они здесь действительно интересные. Хотя вот, ребят, сейчас смотрю на всё это и думаю, зачем мне что-то выковыривать из этой палетки. Давайте я просто от неё избавлюсь. Да. Давайте скажем ей прощай. В общем, ребят, я уже понимаю, что 30 палеток из 57. Остаясь нам точно не удастся. Давайте мы с вами будем смотреть дальше. Это Dose of Colors. Эта палетка называется Friendication в коллаборации с Katie and Daisy. Так эта палетка выглядит, мне кажется, палетку знают абсолютно все. Я заметила, что вот через год использования данной палетки, то есть палетка у меня это год, металлики стали хуже. Они неплохие, но качество у них действительно поменялось. Тем не менее, я думаю, что пока что я данную палетку оставлю. Всё-таки она есть у многих и сравнивать с ней действительно удобно. Далее две палетки Blush & Veris и Marvelous Mouths. Обе эти палетки в оттенках, которые я люблю, эти палетки состоят из исключительно матовых оттенков. У меня, кстати, это вариация ещё до того, как они поменяли дизайн. Качество, я так понимаю, что не поменялось. Тени здесь очень сыпучие, но очень красивые. Это всего лишь вопрос того, что нужно с ними аккуратно работать. Кисточки здесь, конечно, так себе. Я, на самом деле, не знаю, почему они до сих пор здесь лежат. Как видите, они абсолютно чистые. Я ими не пользовалась, но лежат и лежат. В любом случае, от этих двух палеток я не избавляюсь его, и они мне нравятся. Так же, как я не избавляюсь от своих палеток Venus от Lime Crime, у меня здесь первая, вторая и третья. Тени от Lime Crime мне нравятся, как и матовые, так и металлики. И я, ребята, от этих палеточек не хочу избавляться. Хотя сказать о том, что у меня есть огромное желание купить что-то ещё от Lime Crime на сегодняшний момент, я тоже не могу. Потому что, наверное, ничего такого не производят, что меня волновало бы. Эти палетки я хочу оставить, потому что я ими пользуюсь. Хоть и не очень часто, но всё-таки пользуюсь. Поэтому они остаются. Ребят, в общем-то, конечно, я могла бы сказать, что я избавляюсь от чего-то, на самом деле оставюсь. Но так делать, конечно, не хотелось бы, потому что когда-нибудь я бы это достала. Но мне сказали, Маша, ты же от этого избавилась. В общем, я избавляюсь настолько, насколько у меня хватает сил эмоциональных, скажем так. Давайте мы с вами перейдём к палеткам от Nabla. И здесь у меня палетки Dreamy. Отзыв на данную палетку есть на моём канале. Она выглядит совершенно ужасно. И это не отмывается. Всё благодаря оттенку Delirium. Он очень сыпучий. Вот это вот всё у меня уже не оттирается. Я не могу сказать, что я пользуюсь этими тенями очень часто. Но пока что в то же время избавляться я от них не хочу. И потому что их удобно сравнивать. И потому что я действительно достаю эту палетку иногда. То же самое касается и палетки Soul Blooming от Nabla. Эта палетка более такая нежная, весенняя. Как раз таки весной я буду пользоваться ей намного чаще, чем сейчас. И да, она тоже остаётся. То же самое касается палетки Side by Side от Nabla. Эта палетка мне понравилась. В отличие от многих на YouTube. Да, мне она понравилась. У меня не было вообще никаких проблем в работе с данной палеткой. Тени у меня не меркли в течение дня. Здесь две формулы металликов. Классические металлики от Nabla. А также новые, такие сияющие. Очень интересные. Вот этот вот... Он даже выглядит как будто бы топпер. Но на самом деле это металлик. И навеки это очень интересно мерцает. В общем, ребят, палетка у меня это остаётся. Потому что она мне понравилась. Если говорить об этих трёх палетках, то это на самом деле единственное, к которому у меня не возникло вообще никаких ни вопросов, ни претензий. Далее у меня палетка глиттеров Ruby Lights от Nabla. И это симпатичная палетка. Конечно же. Конечно же. Но, ребят, я не буду пользоваться глиттерами. Это не моя тема. Здесь глиттер просто какой-то огромный. Я, конечно, понимаю, что это не глиттер для крафта. Но для моих чувствительных век, особенно с чего-то того, что я сейчас делаю намного больше макияжей, я крашусь на камеру, я потом это смываю, несколько макияжей подряд могу делать. Я к таким экспериментам не готова. Я не буду этим пользоваться. У меня не бывает в жизни таких мероприятий, чтобы нужно было что-то подобное использовать. Ну, нет. Я от этой палетки избавляюсь. Я, наверное, просто передам ее подруге, которой нравится вот такое все сияющее, такое новогоднее. А я такое не люблю. Здесь у меня, ребят, палетка, состоящая из синглов от Nabla. Меня попросили рассказать, какие у меня металлики здесь есть. Покажу вам, что у меня здесь есть. Итак, у меня здесь Sugar. Далее оттенок называется Snowberry. Alchemy. Это как раз-таки оттенок, очень похожий на оттенок из палетки от Tom Ford. Pretty Baby. Дальше оттенок называется Selfish. И последний оттенок называется Zoe. Такой мятный или Siphon Green. Что-то такое. Очень симпатичный. Если же говорить о матовых, вы видите, здесь у меня просто оттенки Mouf различные. И, ребят, так как это самонаборная палетка, я от нее избавляться точно не собираюсь, потому что мне здесь все устраивает. Эти оттенки мне нравятся. Далее, ребят, у меня две палетки от Wonder Beauty, Wanderliss Rush и Wanderliss Escape. Так это выглядит. Здесь, на самом деле, я говорила про эти палетки, что они несколько не самые достаточные, потому что здесь недостаточно матовых. Но зато посмотрите, какие здесь красивые сияшки. Я, ребят, не думаю, что я сейчас от этих палеток избавляюсь. Я их действительно не достаю очень часто. Но я думаю, что вы видите, что я ими все-таки пользовалась. И да, пока что я не говорю им про шеи. Они остаются. Далее у меня две палетки от бренда Ace Beauté, Scarlet Dusky и Oceanic Palette. И Scarlet Dusk у меня абсолютно точно остается. Здесь есть такие очень уникальные оттенки. Это красная палетка вроде бы, да, что тут? Но посмотрите на этот вот оранжевый. Очень красивая палетка. На самом деле, Ace Beauté, мне кажется, они иногда делают что-то невероятно классное, либо полную фигню. Ты никогда не можешь быть уверен в том, что в палетке будет действительно достойное качество. Потому что иногда они очень классные, иногда они действительно провальные. И вот эта палетка мне очень понравилась. Чего я, к сожалению, не могу сказать об этой палетке. И посмотрите на нее, какая она красивая. Но вот, ребят, здесь такие матовые, но ужасные. Вот в Металлике, например, они ничего, они симпатичные. А если говорить именно о матовых, ну, с ними так тяжело работать. Они мне даже напомнили, на самом деле, палетку от Huda. И темно-синие оттенки при растушевке, на самом деле, друг на друга похожи мы становятся. И, ребята, у меня действительно ничего подобного в коллекции нет. Но, опять же, наверное, нет по причине определенной, да. Я все-таки крайне редко использую зеленые тени. И всего того, что у меня есть, не в этой палетке, да. Я думаю, что мне просто за глаза на всю жизнь. Этой палетке мы говорим до свидания. Следующая палетка What's the Tea от бренда The Balm. И это довольно-таки симпатичная палетка. Здесь есть также праймеры чёрный и такой светлый, то есть под оттенок кожи. И вы можете использовать их, в принципе, как базу. То есть накладывать вот это, например, до хром на чёрную базу. Здесь довольно-таки неплохие кремовые, я бы сказала, металлики. Конечно же, сама палетка ничего нового с собой не представляет, да. Это нюдовая палетка, но довольно-таки неплохого качества. И у меня, на самом деле, ничего другого от The Balm нет, поэтому я, пожалуй, её оставлю. Следующая палетка от бренда The Eloise Beauty. Палетка называется The Queen. И это инди-бренд очередной. Как видите, здесь очень яркие оттенки. Данную палетку получила свою Boxy Charm. Палетка пользовалась несколько раз, в том числе и для съёмок видео. Палетка мне это понравилось. И пока что я хотела бы её оставить в своей коллекции. Тоже касается палетки Ocean Awakening Palette от Ibi или Ibi Y Beauty. Это палетка также от американского инди-бренда. И данную палетку я купила, на самом деле, сама. Палетка мне это очень понравилось. Здесь очень красивые оттенки, необычные. Палетка прекрасно просто работает. Я не могу сказать, что тени сами себе тушуют. Но тени действительно очень хорошего качества. И данную палетку я абсолютно точно хотела бы оставить. Следующая палетка Magnetic Spirit от Rare Beauty. Так эта палетка выглядит. Данная палетка мне очень сильно понравилась. Я уже про неё говорила. Палетка мне это действительно очень понравилось. Особый интерес представляет здесь, конечно же, вот этот доохром. И да, эта палетка абсолютно точно остаётся самой. Ребят, если вы дожили до этого момента, последняя палетка этого сегмента и палетка Jeffree Star Bloodlust. Так это выглядит. И это очень симпатичная палетка с кучей возможностей и также кучей сложностей. Например, Sworn Enemy. Это оттенок, который не очень хорошо переносится на веко. Beauty Sleep. Также, хотя он очень красив. Также Executioner. И это чёрные с добавлением сиреневых блёсток. Здесь действительно палетка очень здорово продумана. Но здесь очень много проблем. Bleeding Heart. Также Dungeon. Но здесь на самом деле... Я не хочу сказать, что какой ни возьми. У каждого есть проблемы. Но здесь действительно палетка, у которой очень много проблем. Я не могу согласиться с мыслью о том, что тени от Jeffree Star лучше на рынке. Но никак. Ни матовые, ни сияшки. Ничего. Я, честно говоря, не поняла. Но тем не менее, ребят, я могу сказать, что мне действительно понравилась эта палетка. И образы, которые с ней получаются. Да, это палетка, с которой нужно работать медленно. Медленно, потому что тени могут осыпаться. Потому что если что-то попадёт в вам глаза, это может сжечь. Я так поняла, что всё-таки не у всех же от глаза, от его металликов. Но у меня, например, такая реакция тоже была. Но у меня чувствительные глаза. И в любом случае, как бы там ни было, при всех вот этих минусах этой палетки, я всё равно не могу сказать, что она плохая. И хоть я и даже поместила вот это промежуточное состояние между лучшими и худшими, как раз-таки из-за того, сколько всего хорошего у неё есть и сколько всего плохого. Но, ребят, я всё-таки не воспринимаю её как дурную. Она всё-таки хороша. Но она правда хороша. При умении и желании ты можешь её обуздать и получить огромную отдачу от этого мероприятия. Поэтому данная палетка, естественно, остаётся. И давайте, ребят, мы сейчас с вами посчитаемся. Я вам скажу, каким результатом мы пришли. Что ж, ребят, примерно так выглядят результаты нашего расхламления. Конечно же, мне не удалось избавиться от того количества, что мне хотелось бы. Хотя в ящик у меня всё-таки отправляется в основной мой ящик 30 палеток. Как я хотела, 30 вот здесь, 30 палеток. Они идут в ящик в основной. Здесь 12 палеток. И 12 палеток мы с вами избавляемся прямо здесь и сейчас. Здесь 4 палетки, на которые действительно питая надежды, я хотела бы от них избавиться. В том плане, что я хотела бы их закончить. Но хотя бы протереть дырочки в палетках от Smashbox. Я бы хотела закончить бэку. По-моему, Елена Богданович также говорила, что тени в данной палетке очень похожи на тени Какао Мираж от Tom Ford, которых уже нет. Но вот, по-моему, она как раз сравнивала с той легендарной палеткой. У меня никогда не было палетки Какао Мираж от Tom Ford. Но эту палетку мне действительно хотелось бы закончить. И, наверное, единственная причина, почему я ей не пользовалась, потому что мне было просто жалко, что она когда-нибудь закончится. А сейчас с появлением блога и тем фактом, что данную палетку уже невозможно достать, мне кажется, что было бы просто нечестно, если бы эти тени пропали, потому что они действительно хороши. Поэтому я попытаюсь их закончить. Что же касается палетки от Bayer Mineral. Всё-таки тени здесь хорошие, может быть, знаете, на работу, когда нельзя, не стоит, точнее говоря, слишком ярко краситься, я эту палеточку буду использовать. Относительно вот этих пяти палеток от Huda, я решила, что, наверное, попытаюсь их продать. Как я и сказала, может быть, четыре эти Obsessions за 20, может быть, Nude Light за 10. Ну, как-то так, попытаюсь продать и избавиться от этих палеток. Если не получится, значит, они останутся в моей коллекции, потому что всё-таки это немножко разное сейчас. Если бы я избавлялась для себя, если бы я просто сейчас, как обычный человек, смотрела бы на свою коллекцию теней, то, наверное, мы избавились бы сейчас от гораздо большего количества теней. Но так как сейчас у меня есть влог, и действительно есть такой момент, что хотелось бы привести пример дюпов и так далее, немножко по-другому уже смотришь на эти тени. В общем, пока что эта стопочка остаётся, я её выложу на продажу. Если мне удастся это сделать, то ура-ура. А если нет, то, значит, у нас будет с чем сравнивать тенюшки. Вот здесь, ребята, ещё шесть палеток от Arise, Wanderliss, также Studio Makeup от Boxy Charm. И вот эта палетка от Бэйки, я тоже решила её поместить сюда. Это, пожалуй, такая стопочка под вопросом. Я их также оставлю на своём столе. Что-то из этого нам нужно с вами просто попробовать, посмотреть. Если что-то понравится, то оставить. Если не понравится, то, соответственно, решить, что с ними делать. Если же говорить о Бэйке, я действительно хотела бы дать ей второй шанс. Может быть, как раз вот с предыдущей Бэйкой, да, которую я хочу закончить, её использовать. По крайней мере, металлики из этой палетки, то есть вот их всего тут четыре, да, хотя бы с ними поработать. И потом уже что-то делать с этой палеткой. Специальные оттенки я не думаю, что я закончу, потому что они всё-таки затёрлись, и они мне не очень сильно нравятся. Но пока что я от неё избавляться не хочу. По крайней мере, я, ребят, хочу дать ей второй шанс. Если я пойму, что мы не можем быть вместе, то нам придётся расстаться, вот и всё. То же касается, пожалуй, и этих двух палеток от Вандерлась. Как бы мне они не нравились, всё-таки мои руки к ним тянутся не настолько часто, как хотелось бы. Поэтому они также будут лежать поближе ко мне. И я на них ещё раз посмотрю. Если я захочу остаться с ними, то они останутся со мной. А если нет, то мы просто попрощаемся, и всё. Эта малышка от Ариза Бьюти. Также я решила её повезти сюда, потому что она маленькая. Я всегда про неё забываю. И да, я посмотрю просто, куда меня это всё приведёт. В общем, ребят, конечно, результаты, скажем так, неутешительные. Но опять же, ребят, их было 57. И у меня появился блок. Я вообще не думаю, что у меня было бы настолько много палеток сейчас, в принципе. Я не говорю именно про эту категорию, а вообще в целом, если бы не было бы блога. Когда я начинала снимать это видео, я вообще подумала о том, сколько денег я потратила на эти палетки. Немножко ужаснулась. Но потом решила, что я не хочу больше переживать на эту тему. Конечно же, говорить о том, что у меня такое количество палеток исключительно из-за того, что у меня появился блок, было бы тоже нечестным и неправильным. Но в этом тоже есть смысл. Хотя основная причина всё-таки в том, что я бьюти-маньяк, я люблю вот это всё. И да, я хотела бы быть поскромнее, наверное, в своих желаниях. По крайней мере, абсолютно точно не брать то, что не сильно интересно. Как, например, некоторые из палеток, что здесь есть. В любом случае, так выглядят результаты нашего расслабления. Итак, ребят, когда я начинала снимать это видео, первое, о чём я подумала, надо не забыть про Caledos. И достала эту коробку. То, что у меня тени лежат в коробке, мне тени от Caledos очень сильно не понравились. Можете найти обзор на моём канале на палетке, которую я приобрела от этого бренда. И так как мне это очень сильно не понравилось, у меня это лежало вообще отдельно. И как раз перед съёмкой видео, точнее говоря, перед подготовкой видео, то есть за неделю, где-то до того, как я начала снимать, потому что я знала, когда у меня будет премия для того, чтобы снять расслабление, я решила достать эту коробку и положила её рядом с коробкой теней премиум-сегмента. Потому что эти тени я тоже положила в отдельную коробочку, чтобы просто удобнее было потом оттуда всё достать, не искать по ящикам, чтобы не пользоваться ничем в течение этого времени, чтобы как раз-таки всё лежало в одном месте, просто вытащила, разобрала и пошли дальше. И вот коробочку вот эту от Kaleidos я положила буквально прям рядом. Под столом у меня стоит такая, ну не коробка, а скорее контейнер, где у меня хранятся средства для волос, а также фен и расчёска, в общем, всё такое для волос. И как раз-таки эту коробочку я положила сверху, а та коробка, которая была с тенями премиум-сегмент, она лежала рядом. И вот это, конечно, удивительно, насколько мозг игнорирует то, что ему не нравится. Когда я доставала эту коробку, я даже не заметила эту коробочку от Kaleidos. С учётом этих трёх палеток получается, что теней премиум-сегмента у меня 60. И я, ребят, всё-таки отношу эти тени к премиум-сегменту, потому что это китайские тени, цена их 24 доллара за 6 оттенков. Всё-таки это не может быть бюджетом. Это, наверное, какой-то китайский люкс. Но, опять же, если говорить о ценовой категории, всё-таки я решила отнести это именно вот сюда, именно к премиуму. Не считая этих палеток, мы избавились всего от 20% того, что у меня было. Но, опять же, я оставила себе вот в такое пользование постоянное только 30, как я и планировала. То есть, получается, 50% от 60. Эти палетки, они скорее пойдут в ту категорию, к худи, да, наверное, вот так. То есть, я хочу постараться их продать полностью с коробкой, в таком красивом оформлении. Всё как было, как пришло. Пользовалась я ими всего несколько дней. Получается, за две недели я делала обзор. Две недели на три палетки. То есть, ну, где-то плюс-минус 4-5 дней на каждую, да. То есть, использовала я их совсем ничего. И поэтому я думаю, что я хочу попробовать их продать. Если у меня это получится, то круто. Если нет, то, ну, буду что-то придумывать. Наверное, попробую заставить себя их полюбить или хотя бы пользоваться ими иногда. Но, честно говоря, всё-таки питаю огромную надежду, что мне удастся их продать. Тем более, как я и сказала, они будут идти вот в этой вот красивой коробке. Не очень сильно довольны результатами, потому что хотела мне избавиться от большего количества палеток. И хотела я поместить это всё вот в один ящик, вот в этот вот, да. И как раз-таки бюджетные палетки у меня поместились в один ящик. А палетки класса премиум у меня не поместились в один. Ну, чуть побольше заняло это. Опять же, там палетка Джеффри Старр огромная, да. Сегодня, ребят, кстати, накрасила с палеткой White Peach от Too Faced. Как я говорила, это моя любимая палетка. Думаю, что как раз-таки ближе к весне она у нас пойдёт в Project Pen. И я думаю, что за весну-лето я постараюсь попользоваться ей почаще. Я накрасила сегодня, на самом деле, так приятно и радостно. Меня действительно радуют такие оттенки. Думаю, что, может быть, как раз весной она мне перейдёт вот этот вот ящик Project Pen, то, что у меня будет лежать на столе, для того, чтобы пользоваться ей на каждый день, как раз-таки на работу. Макияж, который никого не будет раздражать, никого не будет вызывать вопросы, почему так ярко и так далее. В общем, да, думаю, что эту палетку у меня есть и шансы, если не закончить, ну, хотя бы протереть дырочки до конца этого года. Ребят, как вам результаты расслабления? Напишите в комментариях, сколько у вас палеток от премиум брендов или какой бренд именно из премиум сегмента является вашим любимым. Может быть, у вас есть одна самая-самая любимая палетка. И теперь, ребят, давайте мы с вами перейдём к гивэвэю. Как я и говорила, в каждом таком видео вас будут ждать гивэвэи. И сегодня у нас несколько вариантов тоже подарков. Это палетка от Too Faced, White Peach, та палетка, которую я накрасила сегодня. Также вас ждут ещё два варианта палеток на выбор. Это палетки от Urban Decay. Одна называется Distortion, другая называется Elements. В общем, любая из трёх палеток достанется победителю в этом конкурсе. Для того, чтобы принять участие в нём, вам нужно поставить лайк этому видео, подписаться, оставить комментарий какой-то осмысленный, да, и написать то же самое слово «тенеманьяк». И, ребят, обязательно напишите мне, как я могу с вами связаться в случае победы. А именно, напишите свой ник в Инстаграм. Не используйте символ «собачка», потому что ваш комментарий может быть заблокирован. Также, пожалуйста, не отправляйте 10 миллионов комментариев за один раз, потому что это тоже может привести к тому, что вы будете заблокированы, и комментарий ваш я просто не увижу. Если вы сами видите, что ваш комментарий удалился, попробуйте написать ответ на мой закреплённый комментарий сверху. Это такая хитрость. Что ж, ребят, на этом на самом деле всё. Подписывайтесь также на мой Инстаграм. Я, ребят, буду, как всегда, рада вашим лайком, комментариям. Подпишитесь на канал, если до сих пор не подписаны. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Я, ребят, как всегда, хочу пожелать вам великолепного дня. Потрясающее настроение и теней идеального качества. И мы с вами увидимся уже очень-очень скоро.